Всем привет! Меня зовут Ярослав. Мне 19 лет и я обычный студент из Киева. Да, но живу я в общежитии со своими друзьями, постоянно грызу гранит науки от стипендии до стипендии. И это мое скучное житие бытие, честно говоря, мне надоело. И при таких условиях, когда у тебя нет ни съемочной группы, ни профессиональных камер, да и к тому же, когда твой бюджет ограничен, далеко не пойдешь. Но я знаю, чего хочу, поэтому отправляюсь сам в путешествие по Украине. Каждый город пройдет проверку. Я как турист оценю его по пяти критериям. Помимо этого, я буду записывать на специальной рамке название мест, где побывал. И тут есть одно но. Всю эту игру я должен пройти, не потратив ни копейки из своего кармана. Если хоть раз нарушу правила, гейм овер. Потому что это Украина без денег. Всем большой-большой привет! Меня зовут Ярослав Булай. Это программа Украина без денег. И я сегодня приехал в гости до Житомирян. То есть, в Житомир. Поехали? Пойдемте со мной. Житомир. Город, который пронес сквозь столетия свою харизму, свой нрав и свою историю. Это уже не та провинция, о которой ходили служки, а неповторимая и яркая гордость нашей страны. Честно говоря, добираться в Житомир как-то с помощью железной дороги и совсем удобно. Катастрофически просто неудобно. Поэтому местные жители добираются к себе домой, например, из Киева автобусом. Потому что есть прямые сообщения. Ну, я так, соответственно, и поступил. Приехал сюда в Мерседес. Но, по-моему, любое путешествие должно начинаться с ЖД вокзала. Это на минуточку главный путь. Когда попадаешь на вокзал, то понимаешь, что тут что-то не так. Не стоят электрички, маленькое расписание и абсолютно пустые залы ожидания. Как-то все так уныло и тихо на привокзальной площади. Обычно на таких вот названиях привокзальная столько людей кружится. Тут вообще только маршрутки и парочка людей пришли покупать билеты на Гомель. Ну, в Белоруссии тоже хорошо. Ну, чистота немного нарушается. Ну, то пока что ладно. Ну, а я отправляюсь на поиски приключений в центр города. Если вы куда-нибудь приедете, с вами в незнакомом городе что-то, не дай бог, конечно, случится, то Укртелеком придет к вам на помощь. Ведь звонки по городу бесплатные. Пользуйтесь. Ну, а пока что я иду уверенно в своей цели. Я немного вас веду в курс истории этого города. Ой, знаете, сколько я сам лично слышал о том, ну, например, москвичи говорят, понаехали сюда, валились в Житомир. И именно почему-то Житомир, Житомир, Меринка, вообще Березнище, вот такие вот города, которые, ну, они от того недалеко там. Ветер, стоп. Ведь вы все равно меня не услышите. Динамики просто забивают шум, все пропало. Посмотрите на елочку, хотя ветер кучит. Убедились, непредвиденные погодные условия. Ну, а теперь, пожалуйста, а вот эти вот елочки, которые вот они вот стоят, они после Нового года, да, вы их пообновляли? Они всегда туда находятся? Весны. А, до весны, но после Нового года. Дольшой плюс вообще в качестве вот чистоты, озеленения и всему подобного. Ну, а теперь наша постоянная рубрика «История Украины». Житомир был основан в 884 году. Происхождений и названий этого города несколько. Знаете, такой есть злак? Жито. Жито. Житомир. Вторая версия – это то, что у Аскольда и Дира был такой дружинник. Ну, и по его имени уже назвали, соответственно, город. Там все Ягеллончики, Казимиры. Короче, история потрепала город. Потом была Российская империя. Ну, и вот постепенно, постепенно мы дошли на улицу Хлипли. Храм, как храм. Много людей. Какая-то стройка в центре города. Прямо смотрим на дорожку, и мы уже на месте. Я пришел на главную площадь Житомира. Посмотрите, ну блин, ну классно же, и солнце светит, и погода прекрасная. И хорошо, что именно вот, ну не вчера я поехал в этот город. Вчера тут шел дождь, все позамерзало. Ну, а теперь ходят уборщицы. И долбят лет. Главная площадь, много людей. Я начинаю эксперимент на приветливость. Да, я смотрю в объектив и говорю на диктофон, но по-другому меня просто не услышать. Ведь дует сильный ветер. Ну что, спросим у местных жителей, как отсюда, например, доехать до автовокзала? На какой маршрутке? Я не знаю, звезда маршрутка идёт. Уже зараз в Турканье дупинка есть, но маршрутка, я не знаю, как это будет идёт. А так звезда... Ну, а пешком сколько привезительно идёт? Давай, куда? Ну да, это в Кене. В Кене Творк. Я хочу без понятия, потому что я не знала, что... Хорошо, спасибо. На какой маршрутке добраться до автовокзала? До автовокзала. И где нужно садиться? Да, в Кене Творк. Хорошо, спасибо. Простите, пожалуйста, а на какой маршрутке отсюда до автовокзала добраться? До автовокзала? Да, то просто долго идти, я знаю. Знаете, вот сразу же остановка, в ту сторону ехать, вот, например, на 108 маршрутке. 108, хорошо. Да, садитесь по прямой, автовокзал, ЖД-вокзал всё найдёт. Ага, хорошо. Оно там рядом, да, и ЖД, и авто? Да, да, да. Ага, спасибо. Я надеюсь, что я всё-таки доберусь до сопримечательностей хоть каких-нибудь. Но будем говорить первую часть оценивания критерия. Приветливая завершилась успешно, но впереди ещё ждёт вторая. Ну а сейчас стоп, я хочу вас познакомить с одним интересным человеком. Вот сейчас вы видите момент, как проводится именно обработка людей с целью продажи цветов. Находчивый продавец. Нужно осознать именно 5 шагов общения с человеком. Приветствия, представления, краткая реклама, включая вилку цен и заключение сделки. Изначально человек, который хочет продать свой товар, который считается преимущественно всегда очень качественным, но не всегда стыкуется с истиной, ситуация находится как бы в двух концах. Какой праздник, какое событие, по цвету подберём, по букету оформим, праздники бывают разные. А сегодня какой праздник? Сегодня счастливейший день, завтрашний день, даёт нам понедельник. Новую рабочую неделю, потому как мы истинно украинцы. Работа для нас всегда складывается основной приоритет в жизни. А вы знаете, что завтра день рождения Королёва? Прекраснейший. Я всегда космонавтику уважал. Вы уважаете космонавтику, да? Да, ну как, он не космонавт, он был человек, который изобрёл именно трёхступенчатую ракету-носитель для отправки. Аполлон, если не ошибаюсь, четвёртый, был на его конструкции именно разработан ещё изначально. Его теория, теорема, хотя Аполлон отправлялся уже после него, но на его основаниях разработок мы, конечно, немного отклонились от нашей темы, но цветы и космонавтика имеют определённое отношение. Возможно, к нам, когда следующий Королёв придумывает какую-то ракету, он купит у нас цветы и на Луну занесёт какую-то жизнь новую. Ну, с вами был Олег, на каком я канале выступал? Украина без денег. Украина без денег – это прекраснейшая передача, она и действительно акцентирует всё, что у нас будет на данный момент. Этот мужик так поднял настроение, купите у него цветы. Ну, человек умеет работать, правильно языком можно уметь работать, а в наше время по-другому нельзя. И я его поддерживаю, всячески добиваться своей цели. Подвешен язык – зарабатывай языком. Есть ум – зарабатывай умом. А если есть то и другое, то вообще хорошо. А ну, а теперь самое время отправиться в парк, которым гордится Житомир. Парк имени Юрия Гагаритов. Пойдёмте. И дети катаются, и аттракционы. А это что такое? Кажется, дождь начинается. Ну, то ладно, блин. Сзади меня находится памятник мороженому, самому любимому лакомству из детства. Я тоже люблю мороженое. Этот памятник всего лишь стоит тут приблизительно, даже двух лет тут не стоит. Но настолько знаменит. Дело было там. Всего тут четыре шарика, и каждый шарик сделан из особого сорта гранита. Ну, знаете, мороженое бывает ананасовое, клубничное, малиновое, яйцо, не знаю, звучал какой-то. Говорят, в этом сквере есть бесплатный Wi-Fi. К сожалению, я этого проверить не смогу, потому что у меня разрядился телефон. Девочки, Wi-Fi есть ли бесплатный в этом парке? Вы не знаете. Но, видите, кто-то не знает. Вы слышите? Это мост. Вот эти тросы так шумят. Ну, а я пока с полной наивностью иду по мосту. М-м-м-м-м. И последняя точка своего путешествия в Житомир. Я выбрал музей имени Королева. А знаете почему? Потому что 12 января у него день рождения, плюс они объявили 12 часов днем открытых дверей. И первое впечатление, когда попадаешь в музей, я попал в детскую мальчишескую комнату. Столько экспонатов, посмотрите. Это самолетик. А это настоящий метеорит. Ну, и его кусочек. Ну, и его кусочек. Скафандры. И все, что хочешь. А это кофе с молоком. Особенно, когда голодные. Вот так вот абсолютно бесплатно меня пустили в музей космонавтики имени Королева. Прикиньте себе, это накануне его дня рождения. Ну, к сожалению, видите, я не знал, что они завтра работают. Приехал бы, получается, 12-го числа. Но это не имеет значения уже сейчас. Большое всем спасибо за то, что меня вот так вот пропустили. Я сэкономил целых 17 гривен. 7 гривен стоит видеосъемка и 10 гривен мое посещение. Причем студентам скидки не делают, но зато делают детям. Детям 5. И если вы, конечно, ветеран или инвалид, то вам, по-моему, бесплатно. В общем, музей мне понравился очень. И Житомир – это город, который гордится своими известными людьми. И на этой ноте я вынужден остановиться, ибо мне нужно оценить Житомир по пяти критериям. Поехали! Первый критерий – транспорт. В Житомир абсолютно неудобно добираться электричками, зато можно без проблем приехать сюда на автобусе. И этот вариант не особо экономный, поэтому оценка 4. Достопримечательности города. Когда я сюда ехал, то понятия не имел, насколько тут круто. Житомир – давно не похож на забитый провинциальный городок, о котором вспоминают любители Панайехали. Чего стоит только мост в парке Гагарина и музей космонавтики. Конечно же, оценка 5. Теперь чистота. В Житомире есть места, где лежит мусор. Бутылки, фантики, баночки, обертки, ну и тому подобное. Но есть и где не к чему придраться, все зависит от Жеков. И путем среднего арифметического я поставлю по этому критерию оценку 3. Приветливость. Тут мне не хамили, а наоборот искренне улыбались и были рады видеть. Житомир – город с душой, и это для меня очень важно. Добродушность наблюдателя музея и креативность господина Олега преподнесли в мой день красок. И я никак не могу поставить оценку ниже, нежели 5. Завершающий этап – сфера услуг. Думал, придерусь, не найду указателей, но нет, они есть в парке Гагарина. Очень много магазинов, развлекательных центров, город, живет. С Wi-Fi или без – пока не знаю, но этот пункт не особо значимый. Поэтому оценка 5. Таким образом, средний балл для Житомира – 4,4. Ну вот мое путешествие по Житомиру и закончилось. Хороший город, я не буду это скрывать. Он мне понравился. Есть немного минусов, но в чистоте. Ребят, я думаю, что вы с этим справитесь. Я убедился в том, что это никакой не провинциальный город. Это настоящий, будущий, ну я бы не сказал, может мегаполис, но город, который будет развиваться. Это программа «Украина без денег». Вы самые лучшие телезрители. Встретимся с вами ровно через неделю. Пока. Я так устал. Но я сейчас. Я уже хотел отсюда уходить, но так смотрю, стоит самолет. Мне такие глаза попить копеек. Думаю, зайду. Это самолет, на котором летал сам маршал Жуков. Прикиньте себе. Я тоже на самолете летал, ну, 4 раза. Первый раз, кстати, 2 недели назад. В своей жизни. Это нереально крутые ощущения. Я корова на льду. Еле-еле я иду. Посмотрите, поржите, как сейчас я упаду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова